канал который сейчас организовывает всю эту трансляцию это канал сайтин на нем в дальнейшем будет планироваться такая рубрика как глупые вопросы умным людям и специально для павла я собрал из комментариев на пикабу 5 самых популярных и глупых вопросов для более надо еще рубрику глупые ответы постараюсь первый вопрос он мимитичный скажем так правда что нет из динозавров думаю что нет вот все-таки такое даже если включить логику сколько нефти выкачивается каждый день представить что все динозавры пошли на нефть это и мне кажется их не хватило для формирования такого количества но и вопросы ткани на самом деле вот происхождение не все это вопрос на котором до сих пор бьются да и я ответить на него не могу я просто не знаю но я вряд ли динозавра реальные тиранозавра рекса можно и перегнать на бензин высококачественным второй вопрос в палеонтологию часто обвиняют в спекуляциях о том что реконструкции целого животного строится по маленькому кусочку черепа собственно как строится реконструкция на самом деле на самом деле это отчасти необоснованная такая претензия потому что если мы возьмем оригинальные научные статьи то там в лучшем случае сказано что размер там отдельный например кости черепа соответствует размеру черепа у других форм допустим там один метр то есть всегда дается с под большим вопросом но обычно это выдергивается потом из контекста и говорится ну вот это животное череп у него был один метр . есть некая пропасть между научной публикации это что потом освещаются уже там сми но это как мы уже сегодня говорили есть проблема поэтому всегда надо если это не целый скелет под вопросом понятное дело что размеры по аналогии с уже найдеными целыми скелетами примерно можно предположить но ошибки возможно следующий вопрос как вы все как вы запоминаете все эти сложные названия я не запоминаю иногда как обычный человек это действительно так сидишь думаешь но это же такой-то такой-то динозавр на буквы с но эта проблема не только палеонтологов биологов тоже проблема я вспоминаю там свой первый курс на белом море мы долгое время пытались это потом как мантра и она впечаталась в голову мы пытались запомнить название морского ежа стронг его цитрунту с другой бы хитис я помню до сих пор то есть проблема конечно всех биологов да но самое конечно тяжелое это кицаркат ли запомнить легко все-таки вместе салька а какие-нибудь сложные китайские названия вот это это бар бар бары но я потом лучше проверю запомнить это сложно я думаю что некоторые названия российские тоже очень сложный для у нас нас на гербе по полу края до блендер драме ус до запомни даже не стараюсь вот ну ну сложно добывать но главное запомнить у тебя что дает качественное образование университетская институтская это ты помнишь где посмотреть их если ты запомнишь хотя бы первую букву ты уже найдешь этого динозавра оригинальные источники или не только динозавра то есть это сложность но не проблема динозавра были большими потому что кислорода было больше а многие динозавры были маленькие нет динозавры были большие потому что они занимали такую экологическую нишу то есть тогда было возможно существование крупных травоядных форм многие детали биологии динозавра до сих пор непонятны опять же для того чтобы выяснить детали как жил там динозавр длиной там 15-20 метров надо построить машину времени посмотреть нет кислорода по косвенным данным по геохимическим там не было больше это не связано все-таки с кислородом но животные и растения занимаются те места и ведут тот образ жизни который позвал им позволено вот в конкретный момент времени мы знаем что долгое время на суше никого не было потом это экологические ниши было занято вот каждому времени свои открытые вакансии свои экологические ниши вот сейчас то что мы имеем вот современные биомы сами современной к системы не позволяют жить очень крупным формам на суше в воде то мы знаем что они есть собственно говоря кайна за это же хватало крупных животных таких как мастодонты ну это все равно не размера гигантский завра будет все-таки чуть поменьше но и в новое побольше зауроплодов будет в кин в конце все-таки кайна за это было уже связано с теплым климатом как потеплее так и крупнее размеры иногда были например эволюции слонов южный слона крупнее мамонта вот тут даже вот такие вот детали но опять же вот правило там разных размеров она работает по разному для разных линий но в целом есть общее правило копа что примитивные формы они мелкие более продвинутые крупные это соблюдается для многих групп для завра под например первые завра под были меньше чем некоторые продвинутые для птерозавров причины возникновения и пути возникновения гигантизма могут быть разные крупные птерозавры весом более 100 килограмм могли летать из-за того что гравитации было меньше или атмосфера плотнее каков и полет знаете я вот есть темы которые мне даже сложно комментировать потому что настолько много спекуляций даже научности среде то есть это допущение второго уровня во первых мы не знаем были они 100 килограммов я думаю что не были меньше думаю что меньше то есть какие то что то мы не понимаем о них нету ведь современных аналогов мы пытаемся навесить на них биологию птиц либо биологию рептилий ну что с ними было там какие-то маленькой детали может изменить все что я могу сказать точно я сталкивался с птерозаврами это не доведено пока что научной публикации мы рассмотрели гистологическое строение костей причем крупных достаточно птерозавров у представьте себе животное с размахом крыльев но почти пять метров толщина стенок костей конечностей меньше одного миллиметра я сомневаюсь что вот такая форма с таким тонким тонким костями легким скелетом она не летала я думаю что она все-таки летала весь вопрос как вот на этот вопрос и ответить не могу и мы могли бы здесь обсуждать целый час я мог бы подготовить там вот одну стопку нет гигантские птерозавры были страшными сталкерами хоть которые ходили всех жрали но не летали тут же стопка нет они летали с расчетами имеем и механики не знаю но по внутренним ощущениям своим личным по строению гистологии костей летали потому что очень похоже на птиц летающих обрублено с гравитации было я думаю также примета и становится земля не расширялась нет тоже у нас любят такое писать пересекались ли люди с динозаврами все эти камни и ки не на про это можно забыть но мы же пересекаемся с динозаврами каждый день давайте поедем курицу и пересечемся с ней вот вы кстати с динозаврами нет птиц этой терапода вот только в таком ключе мы можем говорить о пересечении людей остальное все это конечно фейки и домыслы да и вообще я иногда люблю смотреть некоторые каналы их не буду называть но с один раз даже с удивлением услышал репортаж о собственном исследовании как раз улице который был найден в кемеровской области возраст яйца ранее мел буквально в километре в других совершенно породах работает археологи понятное дело что где динозавры там 120 миллионов лет возраст пород археологи совсем недавние но это рядом полтора километра естественно в передаче было сказано что яйца были найдены в археологическом раскопе вместе с артефактами археологическими то есть конечно с такими вещами можно бороться только просвещая объясняя что вот 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 давайте посмотрим на эти факты но фейков много конечно людей людям хочется чего-то необычного но мне кажется куда уж более необычную чем динозавры пример или хвост от эмфи и всем спасибо с вами был канал с этим не забывайте на нас подписываться чтобы не пропустить еще больше новых интересных интервью с различными учеными всем спасибо до свидания